На своем ТВ продолжается неделя Труновского района. Наши журналисты исследуют самые разные аспекты жизни этой территории в рубриках, программах и сюжетах. На этот раз речь пойдет о школе в селе Новая Кугульта. Вот уже долгое время жителей тревожат слухи, что ее могут закрыть. Там всего 75 учеников. В каждом классе от 3 до 10 детей. Так что учебный процесс выглядит весьма своеобразно. Но стоит ли за этого принимать радикальные решения? Мария Гнездилова узнавала все на месте. Пока правые парты читают вслух, по очереди и еще пока по слогам, левые усердно кропят над другим литературным произведением. Про себя. Готовятся к устному пересказу. У левых дело идет гораздо быстрее. Четвертый класс заметно выигрывает в скорости чтения у второго. Это, пожалуй, единственный на Ставрополье объединенный урок детей разного возраста. Здесь такие занятия практикуют уже много лет. Система называется «Класс-комплект». Педагоги говорят, такие совместные уроки нравятся не всем, но ученикам идут на пользу. Второй класс приходит к 8 часам. У них два урока основные – математика и русский. Потом к 10 приходит четвертый класс. Более легкие предметы – это литературное чтение, окружающий мир, рисование, музыка, физкультура в комплекте. Потом второй класс уходит, остается четвертый класс. У них тоже следующие уроки русский и математика проходят отдельно. Есть у маленькой школы и большая гордость – зал боевой славы, а по сути местный исторический музей. На стендах фотографии знаменитых выпускников. Среди них есть даже главный врач сборной России по футболу. Здесь же мемориальная доска в честь Романа Разнополова. Тоже ученика Кугультинской школы, обладателя Ордена Мужества. Много фотографий времен Великой Отечественной. Удалось сохранить даже в самые тяжелые годы. Еще в начале 90-х здесь училось больше сотни детей. Затем учеников становилось все меньше и школа оказалась на грани закрытия. Ее решили сделать филиалом более крупного учебного заведения в селе Подлесном. Состоял вопрос о подвозе. Целая комиссия мерила расстояние, сколько возить надо. По расстоянию мы не подходим. Это 16,5 мерили, как детей везти. Оно не подходит. Конечно, по рамкам нужно... Я сейчас не буду, по-моему, 11 километров, если было бы. А так нет. Сейчас здесь учатся 75 человек. Они сидят в теплых кабинетах с современным оборудованием. Старые деревянные окна заменили на новые пластиковые по федеральной программе. И пока единственная проблема – ремонт спортивного зала. У нас вечером ребята занимаются взрослые. И в качестве благодарности они нам делают ремонт. Видите, косметический ремонт делают. За их счет? За свой счет они делают. И двери нам поставили в этом году, они там. То есть нигде не дует, все хорошо. Ну вот, полы надо. Ну, по программе мы стоим на очереди. Обещали нам ремонт сделать. Слухи о возможном закрытии не подтверждают в районной администрации. Более того, Кугультинскую школу здесь ценят особенно за индивидуальный творческий подход к учебе. Преподаватели могут индивидуально работать с детьми, давать развиваться более талантливым детям. А то, что говорят о закрытии школы – это все неправда. В этом году здесь учатся семь первоклашек и всего три одиннадцатиклассницы – все девочки. Впереди у них ЕГЭ и готовиться к урокам приходится особенно усердно. Хотя бы потому, что если в классе три человека, то спрашивать тебя будут почти на каждом уроке. Мария Гнездилова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.